Думать об разнообразии энергоресурсов поставок, при этом отметив, что Северный поток-2 это хорошо, но в этом случае Европа становится все более зависимой от российского газа. Если Европа не нашла баланса по отношению к Северному потоку и нынешнее противостояние с Ираном, как в дальнейшем вы видите энергетическое развитие, энергетическую политику Евросоюза и какую роль в этом можно выделить Азербайджану как в плане Южного газового коридора, ведь первые поставки должны начаться уже в 2020 году? Вы затронули несколько блок вопросов, тогда я пройдусь по нему, он, наверное, Илькар Малин тоже будет комментировать. То есть первый блок вопросов это выборы в Европейском Союзе и отдельный вопрос это выборы Бориса Джонсона. Выборы в Европейском Союзе прошли на фоне роста популистских партий, недовольства миграционной политикой со стороны Европейского Союза. Особенно Италии. Особенно Италии. Ну и в целом хочу сказать, что там идет недовольство вообще Брюсселем, как институтом, который сильно бюрократизирован и заставляет некоторые страны Европейского Союза действовать в унисон, то есть осуществлять политику, с которой они не согласны. Здесь не только Италия, там идет целая группа стран, Вышеград четыре, то что Польша, Словакия, Чехия, Венгрия. Поэтому на этом фоне, конечно, мы видели рост вот некоторых популистских партий и они, скажем, политики Европейского Союза, Брюссель осознают, что необходимы какие-то реформы, необходимо адресовать проблемы, которые население поднимает. Значит, мы видим новые лица. Урсула Ван Дерлейн, она президент Европейской комиссии. Чарльз Мишель, это был избран президентом Европейского Совета. Для нас, наверное, интересна личность, которую возглавляет внешнеполитическое ведомство, Джозеф Боррелл, новый директор Европейского банка Кристина Лагард, которая была директором, президентом Международного валютного фонда. В целом, скажем так, наблюдатели отмечают, что выборы показали, что выиграл, скажем, кандидатуру, выиграли кандидатуры Макрона. Потому что был, например, на должность Урсула Ван Дерлейн, значит, был кандидат от Германии, Манфред Вебер, это протеже Меркеля. Меркель уходит со сцены, европейской сцены в 21-м году, и очевидно, что самой сильной фигурой станет Макрон. Политика Макрона в целом, это, с одной стороны, попытаться реформировать Европейский Союз, вместе с тем он остается таким, скажем, может быть, немножко сильно, но проамериканским политикам, про западным политикам. Вместе с тем он выступает за какое-то урегулирование вопросов с Россией, поэтому, исходя из этого, мы должны анализировать политиков, которые пришли. Они в целом за вот эту традиционную политику Европейского Союза, укрепление европейских институтов, но с реформированием, в том числе и политика миграции. Но, скажем так, что это будет линия, скажем, Макрона, как мне кажется, будет доминировать в ближайший год в Европейском Союзе. Исходя из этого, вы знаете, самой главной причиной вот всего этого недовольства, одной из главных причин Европейского Союза, это была миграция, волна миграции. А чем была вызвана волна миграции? Вызвана была конфликтом в Сирии, вызвана была конфликтом в Ливии. Поэтому мне кажется, что среди европейских политиков нет такого большого аппетита организовать еще один конфликт или как-то этому способствовать, скажем, в Иране или еще какой-то другой конфликт, когда еще огромная волна миграции будет двинуться в Европу. Поэтому они против этого. Другое дело Борис Джонсон, он является проамериканским политиком, скажем так, достаточно его сравнивать с Трампом. Но, с другой стороны, он тоже понимает, что Брекзит именно был ответ на возрастающую миграцию. Поэтому я не думаю, говоря о политике, отвечая вопросом, каким будет политика Европейского Союза, в том числе Британии, в отношении Ирана. Мне кажется, что они попытаются найти какое-то мирное урегулирование, в том числе и Великобритания. А вообще Великобритания, если посмотреть на историю, она традиционно отличалась, я бы сказал, дружественной политикой в отношении Ирана. Да, риторика может быть жесткая. Тот же БП, это вообще ирано-персидская компания, то есть ирано-британская компания вначале называлась. Она оттуда вышла из Ирана. Поэтому история у них, даже если смотреть на редакцию ББС, персоязычную, она совершенно другая там атмосфера царит. Это так к слову. Что касается энергетической политики в отношении России, я скажу, что для Азербайджана в целом ситуация достаточно стабильная. Европейский Союз хочет диверсифицировать рынки. Мы не конкурируем ни с кем, в том числе с Россией, потому что азербайджанский газ, он нацелен на определенную нишу, на определенный рынок. Как показывают, раньше тоже были разговоры, что азербайджанская нефть как-то нарушит баланс и все такое. Мы нашли свой рынок, мы продаем нефть, мы сотрудничаем и с региональными странами. Например, Лукойл участвовал в контракте века тоже. Поэтому мы, Азербайджан, не нацелены на конкуренцию, а скорее нацелены на сотрудничество. Поэтому со стороны Европейского Союза, скажем, достаточно конструктивный подход к нашим энергетическим проектам. В Италии есть проблемы с политическим руководством, но, мне кажется, это все решаемо. И в целом мы увидим поступление азербайджанского газа на европейский рынок в намеченные сроки. Что касается северного потока, мне кажется, он тоже будет осуществлен. Германия на это нацелена. Российский газ нужен в Европе. Да, газ нужен. Я думаю, что в целом политика будет Европейского Союза дефицитировать в максимальной степени. Здесь не только речь о российском газе. Там серьезно думают об алжирском. Алжирский газ, кстати, достаточно большой, насколько я знаю, в объемах поступает на европейский рынок. Есть еще перспективный рынок для ЛНГ, для жидкого газа. Разжиженный газ. Да, разжиженный газ. То есть это целый тоже может быть свой рынок на Европейском Союзе, поставка жиженного газа. Поэтому, мне кажется, Европейский Союз в целом будет нацелен, чтобы получать газ из разных источников, в том числе и Россия, и Азербайджан, и из других источников. Эдгар Марин, как по-вашему вы считаете роль Южно-Газового коридора и Азербайджана, в том числе в сложившейся ситуации? То есть насколько Европа будет стараться диверсифицировать поставки, при этом учитывая...